приветствую друзья ну назову этот пост про мерзких женщин ну действительно хоть и некрасиво так говорить про женщин да но действительно вспомнилось мне два момента значит первый момент женщина обращается ко мне и то есть ну просто два вообще просто идиотских вопроса первый вопрос женщина обращается ко мне я говорит прожила с мужем пять лет ну типа отдала ему лучшие годы своей жизни в итоге мы с ним разошлись и я хочу взыскать с него по 100 тысяч за каждый прожитый год жизни 500 тысяч вот и говорит я хочу подать с вашей помощью на него на моральный вред ну конечно я не был недобросовестным юристом я весь сказал о давайте оплачивать мне будем подавать вплоть до если проиграем то будем давать еще денег вплоть до верховного суда давайте мне платите деньги а потом бы я сказал ну вот все когда взял бы с ним уже приличную сумму денег сказал бы ну вот суды у нас такие но я и честно ответил ну я и так ну честно во первых я честно ответил что невозможно за по такой теме взыскать моральный вред вот а во вторых я ей сказал муж муж с мужем разошлись он также получается за потерянные годы имеет право взыскать 500 тысяч если бы у вас такое право было у него точно такое же право вот ну вообще просто ну что что это такое почему-то вот женщины считают мужчину никогда с таким вопросами ко мне не обращались женщины почему-то считают что имеет на это право опять же там если женщины какие-то сейчас скажут что а вот он меня там избивал там и так далее а вот жил за мой счет ну допустим если женщины будут защищать вот эту женщину в комментариях у меня очень простой ответ если не нравится тебе жить с мужчиной уходи а если ты живешь значит нравится все если не уходишь значит нравится все вот мне если не не станет вдруг неприятно жить с женой до ужаса ну все я просто разведусь и все как бы она уедет если я останусь жить вот на этой квартире съемной а она уедет жить к себе в москву где она прописана где у нее доля в собственности есть и второй случай это еще более вообще наглый это там типа подружка женщины пишет ну типа подружка я не знаю подружка писала или нет она в открытом паблике написала это и просто меняет так зацепило она это не ко мне она обращалась это в открытом паблике но я просто решил прокомментировать она пишет вот я хочу защитить права моей подруги ее бывший муж козел там оскорбление бывший муж обнаглел настолько что сделал досудебную экспертизу но на установление отцовства то есть ну и что кто не знает как экспертиза на установление отцовства делается просто ребенку но он записан отцом ребенка так же как и мать имеет право сделать экспертизу вот но мать-то всегда знает кто кто ее ребенок да кроме случаев когда в роддоме перепутали но я думаю нормально мать почувствует а отец ну не всегда знает от него или ребенок и он делает сомнения у него возникли он уже развелся с ней у него возникли сомнения он все равно записан как отец ребенок у него возникли сомнения и он делать экспертизу то есть ребенку ватной палочкой за щекой проводит себе проводит отдает идет в экспертное учреждение сейчас полным полно и даже экспертиза уже не сильно дорого стоит делает экспертизу она показывает она с вероятностью 99 вот последний раз у меня было 99,97 процента то есть почти сто процентов с этой вероятностью дает что родства не имеется между двумя образцами слюны вот людьми которые дали два образца слюны родства не имеется все он убедился в досудебной стадии что он не отец ребенка и подает на нее в суд а до этого он платил алименты они развелись он платил алименты несколько лет он подает на нее суд иск об установлении отцовства вот и об отмене выплаты алиментов все суде назначается называется молекулярно-генетическая экспертиза судебная проводится вот в экспертном учреждении соответственно она показывает тот же самый результат и он выигрывает суд то есть его вычеркивают как отца свидетельство о рождении все он не является отцом ребенка судом признано вот и он вычеркивается из в загсе дай из записи книги актов гражданского состояния ну загс а запись актов гражданского состояния он вычеркивается и все и он если он не отец ребенка он не обязан платить алименты и он не платит алименты она пишет вот он козел во-первых он незаконно провел экспертизу досудебную а во-вторых он сейчас не платит алименты а ей очень тяжело выживать этот козел как как этого козла во-первых заставить платить алименты а во-вторых привлечь к ответственности взыскать с него деньги за то что он незаконно провел экспертизу то есть вот понимаете какая логика вот у этих двух женщин что во-первых он козел то есть она на стороне нагуляла ребенка там от соседа от друга по пьяни не знаю нагуляла ребенка он много лет платил алименты у него возникли подозрения он как отец ребенка имеет полное право сделать экспертизу что досудебную что судебную он это сделал все он перестает быть отцом ребенка он не обязан платить алименты почему он должен платить алименты получается тогда то есть женщина считает вот логика вы представляете это какая логика в голове у этих двух женщин ну а там женщина просто от имени подружки обращалась какая логика в голове вы представляете то есть а она имеет право пойти от соседа родить ребенка, а муж автоматом записывает с отцом ребенка. Вот, автоматом прям. Даже после расторжения брака в течение 300 дней автоматом человек записывает с отцом ребенка по закону. То есть все, муж автоматом записывает с отцом ребенка. То есть она может в любом месте нагулять ребенка, записывает автоматом мужа, и он, не являясь отцом ребенка, обязан платить алименты и не имеет, по ее мнению, даже не имеет права сделать экспертизу, его это ребенок или нет. Ну вот где логика? Что вообще? Вот что вот в голове вот у этих женщин в моих двух примерах? Это просто самые вопиющие примеры, которые там просто, ну, человек ошибается где-то, неправильная норма закона, понимает. Я просто, ну, по-нормальному разъясняю, да, по-нормальному консультирую. А, ну, в данном случае это просто какие-то, ну, вопиющие вообще моменты, просто, ну, сумасшедшие просто. Просто зашкаливающая наглость. И вот, ну, в комментариях скажите свое мнение. Мне интересно больше всего мнение женщин. Интересно, будут женщины в комментариях? Очень мне интересно, будут ли женщины в комментариях, которые будут вот одну из этих двух или обеих защищать и говорить, что они правы.